Шалом, возлюбленные! Я в восторге, потому что сегодня мы будем изучать еврейскую Библию. Я покажу вам, где в ней говорится о Новом Завете, который установил Иисус. Я рад, что вы присоединились ко мне на этом важном выпуске передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Я Синтия, жена Равина Шнайдера. Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь, когда Равин Шнайдер будет проповедовать Божье Слово. Пусть Бог благословит вас, и шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы продолжим цикл, который я назвал «Заветы Писания». У меня не будет времени, чтобы вспоминать все, что было ранее. Это четвертая часть цикла. В прошлых выпусках я рассматривал основания «Завета Авраама и Моисея». В прошлом выпуске я говорил о том, как «Завет Авраама и Моисея» связаны друг с другом. Я также начал рассматривать «Новый Завет». «Новый Завет» — это завет, который Иисус установил своей смертью, погребением и воскресением. Прямо перед тем, как Иисус пошел на крест, Он отпраздновал Пасху со Своими учениками. Когда Он праздновал Пасху, то поднял чашу с красным вином. Красный цвет символизировал Его кровь. И когда Он поднял эту чашу с вином на Пасху, то сказал Своим ученикам, «Это чаша Нового Завета, который Я установил для вас в прощении грехов, возлюбленной». «Новый Завет удовлетворяет Божью потребность в справедливости, он должен наказать грех». А также Его желание проявить милость. Я рассматривал этот вопрос в предыдущем выпуске. Давайте вкратце вспомним это. Библия говорит, что возмездие за грех — смерть. Господь сказал в Ветхом Завете, «Душа согрешающая, она умрет». Мы видим это в самом начале. Когда Адам и Ева согрешили, они умерли. Господь сказал им, «В тот день, в который вы вкусите от дерева, вы умрете». Когда люди согрешают против Бога, они теряют отношение с Ним, связь с Творцом, с вечной жизнью. Грех разрушает наши отношения с жизнью. Когда приходит грех, приходит и разделение. Единственное, что остается согрешившему — увянуть и умереть. Ведь все, что не связано с жизнью вечной, в итоге умрет. Все, что не поддерживается жизнью вечной, стареет и умирает. Даже когда мы смотрим на природу, на творение, то видим это. Если вы построили деревянное здание 300 лет назад, и никто за ним не присматривал, то оно уже распалось. То же самое касается и людей. Если у нас нет связи с Богом, с жизнью вечной, то человеческое тело увядает, а душа умирает без Бога. Тогда ее ждет вечное отделение. В Новом Завете, когда Иисус поднял эту чашу, которая символизировала его кровь, и сказал, «Это Новый Завет в моей крови для прощения грехов», он имел в виду, что пойдет и умрет вместо нас с вами. Душа согрешающая, она умрет. Но вместо того, чтобы умирать нам с вами, Иисус занял наше место. Он умер за вас лично, конкретно и отдельно. Но если вы приняли его, вам больше не нужно умирать, потому что он умер за вас. Таким образом, Божья потребность в осуждении греха была удовлетворена. Все потому, что Иисус умер вместо вас. У Бога больше нет причин судить вас за ваши грехи, потому что Иисус понес ваши грехи в Своем теле, когда умер за вас на кресте. В придачу к тому, что Новый Завет удовлетворяет Божию потребность в справедливости, он также удовлетворяет его желание в милости к вам. Его справедливость удовлетворена, поскольку вашему и грех искуплен в Иисусе. И Бог может проявить к нам милость, не компрометируя свою справедливость. Эти принципы являются фундаментальными для понимания Нового Завета. Я хочу, чтобы вы меня услышали. О Новом Завете пророчествовали в Еврейской Библии. Иисус сказал, не думайте, что я пришел нарушить законы пророков. Я пришел не нарушить, но исполнить. Это Евангелие от Матфея, пятая глава. И сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели на Еврейскую Библию. Я хочу, чтобы мы рассмотрели книги Иеремии и Иезекииля. Я хочу показать вам, как Новый Завет, который исполнил Иисус, был озвучен в пророчестве задолго до Его появления в трудах патриархов. Давайте начнем с Иеремии, 31 главы, 31 стиха. Трава сохнет, и цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Пожалуйста, послушайте Слово Божие. Иеремия, 31, 31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Это Завет Моисея, который мы изучали ранее. Этот Новый Завет в Иисусе не такой, как Завет Моисея. «Тот Завет, то есть Завет Моисея, мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». Мы продолжаем читать. «Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренний стих и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Я хочу, чтобы вы заметили здесь несколько вещей. Во-первых, Господь сказал, что дети Израиля нарушили этот Завет с Завет Моисея. Господь говорит, «Я был для них супругом, но они не были верны мне». Во-вторых, вы должны услышать вот что. В Завете Моисея закон был написан на каменных скрижалях. В Новом Завете он записан в сердце человека. В-третьих, вы должны знать, что Новый Завет не похож на Завет Моисея. Послушайте еще раз. «Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мой они нарушили, — говорит Господь». Мы видим несколько факторов. Во-первых, Завет переходит снаружи, каменные скрижали, — вовнутрь. Во-вторых, они не могли соблюсти Завет Моисея. А в-третьих, как говорит Господь, «Этот Новый Завет, о котором Он пророчествует, не будет похож на Завет Моисея». Это ключевые слова. Новый Завет, который Господь открывает через Иеремию, не будет похож на Завет Моисея. Я хочу донести до вас эту мысль потому, что многие в церкви обращают внимание на еврейские корни веры. И это чудесно. Мы должны понимать свою веру в Иисуса с еврейской точки зрения. Иисус сказал Самаренке в Евангелии от Иоанна, спасение от иудеев. Также Павел в 11 главе Послания к кремлинам говорит нам, что Писания, которые Бог дал иудеям, подкрепляют нашу веру в Иисус. Очень важно понимать еврейские корни христианская вера. Но проблема в том, что многие верующие, начиная узнавать о еврейских корнях веры, так увлекаются ими, что это сбивает их с толку. Как сказал Павел, красота иудаизма заставляет их следовать системе веры, которая больше не соответствует Библии. На самом деле, это ересь. Павел уделил большую часть Послания к галатам именно этому вопросу. Вот что я имею в виду. Это доктрина, которая заставляет людей думать, что они должны следовать за Иисусом, соблюдая закон, соблюдая букву Торы, закон Моисея. Многие во времена Павла думали, что недостаточно просто верить в Иисуса. Они думали, что должны добавить к своей вере в Иисуса послушание букве закона Моисея. Павел выступал против этого. Он сказал, вы получили духа через дела закона, или вы получили его, потому что вы поверили в Иисуса? Павел сказал, если вы начали с духом, то зачем вы пытаетесь добавить к этому дела плоти? Я еще буду рассматривать Послание к галатам в этом цикле. Если вы действительно любите еврейские корни христианской веры, то очень важно, чтобы вас не искушали учителя, которые учат тому, что христиане должны выучить букву закона Моисея и повиноваться ей. Павел сказал, что если вы сделаете это, то будете прокляты. Ведь если вы начнете отождествлять себя с законом Моисея, как сказал Павел, вы отделите себя от Христа. Вы не будете полагаться на Него в том, чтобы Он выполнил ту работу, которую начал вас. Вместо этого вы будете пытаться дополнить свою праведность делами закона. Павел писал, что в результате этого вас ждет проклятие, ведь делами закона, как сказал Павел, не оправдается никакая поц. Я хочу рассказать вам, как приходит это заблуждение. Есть люди, которые называют себя мессианскими учителями. Они учат, что Иисус был иудеем. Так оно и есть, что Иисус соблюдал закон. Так и было. А затем они говорят, и поскольку Иисус соблюдал закон, а вы приняли Иисуса, то, чтобы следовать за Ним, вы должны соблюдать закон. Кажется, что в этом есть смысл, но это ересь. К сожалению, многие искренние христиане так увлеклись изучением христианских корней веры, что не заметили, как их увлек этот обман. Я буду рассматривать послание к галатам и покажу вам, как сильно Павел выступает против такого богословия. Возлюбленные, я вспомнил об этом, потому что это связано со словами Иеремии, которые я прочитал вам. Иеремия сказал, что новый завет, который Бог установил с нами в Иисусе, не будет похож на завет Моисея. Тот завет, который они нарушили. Так говорит Господь. Послушайте еще раз. 33 стих. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. А в 32 стихе Он говорит, «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Мы видим у пророков слово о Новом Завете. Когда Иисус поднял чашу на Пасху, то сказал, это кровь, о которой говорили и Еремия, и Иезекииль». Многие из вас слышали шутку о том, что в нашей жизни можно быть уверенным лишь в смерти и в налогах. Сегодня я хочу говорить с вами о реальности смерти. Многие люди предпочитают не думать о том, что им неприятно, притворяясь, что все это не по-настоящему. Они прячут голову в песок и убеждают себя, что это чья-то выдумка, потому что мысль об этом приносит им дискомфорт. Но это глупо. Удобно нам думать о смерти или нет, смерть реальна. Недавно я был на похоронах. Когда я смотрел на человека, лежащего в гробу, для меня было совершенно очевидным, что тела, в которых мы живем, всего лишь временные сосуды. Человек в гробу выглядел прекрасным. Его загримировали и надели на тело костюм. Но, послушайте, его уже не было в теле. Личность которой он являлся уже была не там. Правда в том, что однажды нам с вами придется оставить свои тела. Возможно, это будет скоро. Мы должны быть готовы к этому. Иисус сказал, «Верующий в Меня, даже если умрет, оживет, если вы не вложили в себя всецелого Иисуса, если вы не активно ищите Его из вашей любви к Нему, то сейчас у вас есть возможность посвятить Иисусу свою жизнь. Если вы чувствуете, что Бог касается вас, тогда я прошу вас, помолитесь со Мною прямо сейчас. Скажите такие простые слова. Дорогой Иисус, я верю, что Бог любит меня, и что Он послал тебя умереть на кресте вместо меня, чтобы мне не пришлось принимать наказание за мой грех. Я прошу тебя простить мне мои грехи. Я приглашаю тебя, Иисус, войти и жить во мне. И я выбираю посвятить свою жизнь тебе. Помоги мне следовать за тобою. Сообщите нам, если вы только что помолились этой молитвой. Мы порадуемся вместе с вами. Шалом! Вернемся к нашей программе. Давайте посмотрим еще одно местописание, книга Иезекииля, 36 глава. Там говорится о том же, о чем и в послании Галатам. Итак, 36 глава Иезекииля. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутри вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Господь говорит, что возьмет наше каменное сердце и даст сердце плотяное. Если подумать, то камень очень твердый, он ничего не ощущает. Но если вы ущипнете плоть, она ощутит это. Она очень чувствительная. То есть Господь говорит, что он возьмет наше черствое сердце и поместит в нас свой дух, даст нам сердце плотяное, то есть сердце, которое чувствительно к нему. И снова он переходит от внешнего к внутреннему. От каменных скрижали к его духу и закону в наших сердцах. Таков прогресс заветов. От завета Авраама к Моисею и Новому Завету. Продолжая изучать Слово Божие, я хочу обратить ваше внимание на послание к евреям, 7 главу. Это послание, которое было написано верующим евреям. Вот почему это называется послание к евреям. И в 7 главе, 22 стихе, мы видим, что Новый Завет — это лучший завет. Иеремия говорит нам в 3 главе, что наступят дни, когда мы забудем о Ковчеге Завета, потому что Бог даст нам нечто лучшее. И это лучшее, возлюбленное, которое Бог дал нам с вами, — это личность самого Иисуса. Я хочу закончить наше изучение на послании к Галатам 3 главе. Мы будем рассматривать сегодня именно его. Мы рассмотрим, что Павел говорит об отношениях между Заветом Авраама, Моисея и Новым Заветом. Я знаю, что это непростое доктринальное учение, но оно важно для тех, кто любит Божье Слово. Я знаю, что это касается многих. Очень важно, чтобы мы как можно лучше понимали Слово Божие. Мы не обязаны быть докторами наук, но нам нужно понимать его как можно лучше. Я пытаюсь объяснить все как можно проще. Давайте открывать Галатам 3 главу. Мы будем проходить эту главу стих за стихом. И начнем мы сегодня с 5 стиха. Это Слово Божие, и в нем Павел говорит следующее. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона?» Все это производит. Или через наставление в вере. Почему же Павел задал такой вопрос? Почему он спрашивал учеников в Галатии? «Вы приняли Духа и видели чудеса благодаря Духу или делам закона?» Послушайте еще раз. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Павел обращается к ним, потому что в этом городе было много людей, которые добавляли закон Моисея и дела закона к вере в Иисуса. У них было смешанное богословие, против которого и выступал Павел. Он говорил так. «Вы начали в Духе, так продолжайте в Духе, не впадайте в обман, возвращаясь к закону Моисея как способу стать праведным перед Богом». Мы читаем в Писании, в послании к евреям, что просвещенным, однажды вкусившим благость Божью и вернувшимся назад, как говорит Павел, не стоит ожидать ничего, кроме как ужасного суда, потому что они отделяют себя, как говорит Павел, от благодати Божией. Некоторые из нас уже слышали это местописание, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Когда мы слышим эти слова в современном западном мире, то большинство из нас представляют себе людей, отступивших от веры. Это люди, которые начали следовать за Иисусом, а затем отвернулись от Него и ушли. Они вернулись к пьянству, к курению, к наркотикам и прочему. Мы представляем себе отступивших. Но в те времена, когда было написано это предупреждение, Павел не имел в виду людей, которые возвращаются к пьянству, сигаретам и наркотикам. Он предупреждал людей, чтобы те не полагались снова на закон. Он предупреждал их, чтобы они не полагались на свою самоправедность. Он говорил им, чтобы они дальше следовали за Иисусом и искали оправдания по Его благодати, а не по делам плоти. И в послании к галатам Павел говорит именно об этом, потому что это стало серьезной проблемой в церкви. Многие из нас, возлюбленные, поступают так, потому что вы любите еврейские корни веры. И это чудесно. Бог восстанавливает церковь в понимании. Но будьте осторожны с той доктриной, против которой выступал Павел в послании к галатам. Это была доктрина иудействующих. Это были люди, которые приходили к святым и говорили, недостаточно просто верить в Иисуса, а вы должны соблюдать закон Моисея. Вот о чем говорил Павел. Так давайте посмотрим далее следующий стих. Теперь он говорит о завете Авраама. Мы рассматриваем завет Авраама, Моисея и Новый Завет. Послушайте, что Павел говорит в шестом стихе. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. Обратите внимание на то, что весь этот цикл касался отношений между заветом Авраама, Моисея и Новым Заветом. Именно об этом и говорит Павел. В пятом стихе он говорит о завете Моисея, а в следующем, в шестом стихе, он говорит о завете Авраама. Он показывает нам, как мы связаны с этими заветами. Завет Авраама базировался на вере. Мы связаны с этим. Завет Моисея основывался на законе и делах праведности. Мы отвергаем это как путь к обретению праведности перед Богом. Мы не выливаем ребенка с водой из ванной, потому что завет Моисея — это откровение Божие. Он прекрасен и свят. Но мы отвергаем завет Моисея как путь праведности перед Богом. Мы продолжим. Это захватывающее изучение на следующей неделе. Я подведу итог этому важному циклу. Поэтому обязательно присоединяйтесь ко мне. Я люблю вас. С вами был Равин Шнайдер. Шалом вам от передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельство», чтобы поделиться своей историей. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. «Узнавая еврейского иисуса» «Узнавая еврейского Иисуса» «Узнавая еврейского Иисуса» Субтитры создавал DimaTorzok Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шалом! Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом! На следующей неделе я синхронизирую все три завета. Завет Авраама, Моисея и Новый Завет. Вас ждет финальный выпуск этого захватывающего цикла. Мне не терпится снова встретиться с вами. Возлюбленные. В этом цикле я рассматриваю три ключевых завета Писания. Завет Авраама, Моисея и Новый Завет. Но на самом деле в Писании есть множество других заветов. Павел говорит о завете между верующими и теми, кто питает их Словом Божьим. Павел говорит, что когда мы, верующие, получаем что-то от какого-то служения, то должны финансово поддерживать то служение, которое питает нас Духом. Я хочу попросить вас почтить этот завет вашим сердцем. Если Бог использует меня и передачу «Узнавая еврейского Иисуса», чтобы благословить вас, укрепить и помочь вам, то ответьте на этот призыв, вступив в завет с нами и поддержав нас финансово. Я люблю вас. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.